После обильных осадков, которые выпали в прошлые выходные, у нашего телеканала возник вопрос, насколько в Магадане расчищены проезжие части и тротуары. Около 40 единиц техники ГЛУД днем выехали на улицы Магадана, чтобы расчистить проезжие части. Ночью работают 30 машин, убирают снег круглосуточно. По словам коммунальщиков, они уже приступили к вывозу снега за город. Чистят частный сектор и подъезды к социально значимым объектам, однако без сложности не обходится. Сложности, конечно, возникают, потому что в связи с большими осадками выехали машины на дороге, которые стояли во дворе раньше. Также пробки, которые связаны, поэтому не может техника проехать. Чистят не только проезжие части, но и тротуары. Сотрудники комбината зеленого хозяйства запустили 23 единицы, а это вся техника для уборки снега. Задействовали 54 человека. Сейчас специалисты проводят первый этап расчистки. Убирают тротуары и лестницы, чтобы магаданцы могли легко пройти. Следующий этап расчистки – это будет дорасчистка, дозачистка, расширение тротуаров, расчистка лестниц на весь их профиль. И самые проблемные участки – это выходы на пешеходные переходы. Вот эти валы снега тоже будут им выделяться, уделяться им большое внимание, потому что они наиболее травмоопасны на улицах нашего города. Но несмотря на осадки, мероприятия, учреждения проводить будут направлены и на благоустройство, на украшения города. Будут формироваться, продолжаться горки, будет заготавливаться, завозиться лед, чтобы радовать наших магаданцев с наступающим Новым годом. Основная проблема расчистки дорог – припаркованный транспорт, заявляют специалисты. Несмотря на то, что количество снега выпало сверх нормы, сотрудники КЗХ, по их словам, справляются. Вечерний Магадан решил выяснить, насколько жителей областного центра устраивает расчистка дорог и тротуаров. Частично. В зависимости от количества техники, в зависимости от того, насколько успевают очищать. Вы имеете в виду пешеходную часть или проезжую? И ту, и другую. В плане проезжей, конечно, больше сервиса, потому как, естественно, быстрее все это чистится, чем пешеходные. Расчистили их не особо хорошо пока что, но в принципе устраивает? Нет, не устраивает. Ну, смотрите сами, почти не чистят. Особенно дворы. Приходится брать лопату и чистить самому. До меня, в принципе, да. Я на машине большой, мне нормально. Меня устраивает, я сам раскапываю. Да, в принципе, да. Можно сказать, да. По словам экспертов, лучше избегать скользких мест, ходить по снегу. Кроме того, можно приобрести специальные накладки на обувь, чтобы подошва не скользила. Прямая линия для жителей столицы Колымы состоялась в мэрии Магадана. В связи с тяжелой эпидобстановкой, такое мероприятие для граждан проходит два раза в месяц. Ее провел первый заместитель мэра Александр Малашевский. По телефону он ответил на все вопросы, которые задали ему жители областного центра. Немало вопросов касались уборки снега. Например, сотрудница художественного салона обратилась в мэрию Магадана с просьбой. Возле ее работы нужно убрать гору снега, потому что пешеходы и сотрудники не могут там пройти. По плану, это со складированные снежные кучи вывозятся. И эта куча будет вывезена, можете не переживать. У меня к вам только один вопрос. Вы проживаете на Нарабчатого, а к этому художественному салону вы какое отношение имеете? Работаем. По словам специалистов, город основательно подготовлен к снегопадам. К работам подготовлено и отремонтировано необходимое количество техники. Она активно уже введена в работу по расчистке дорог, тротуаров и придомовых территорий. Песок и противогололедные материалы заготовлены в необходимом количестве. И нашим предприятиям Гелут и комбинатам зеленого хозяйства. Активно вышла во дворы и снегоочистительная техника, которую наняла управляющая компания ООО «Уютный дом». Ее сотрудники уже провели очистку по 10 адресам Магадана. Выпали обильные осадки. Соответственно, принимаем меры. Чистим территорию. Начали с центра. Сейчас планируем дня за три полностью жилфон пройти. Расчистку крылец проводят дворники управляющей компании «Уютный дом» согласно графику уборки. После расчистки дворовой территории дворники расчистят подходы к подъездам. В случае необходимости имеются антигололедные присыпки, подсыпка песком. Управляющая компания «Уютный дом» примет все меры, чтобы жителям было комфортно, отметил Дмитрий Димаков. Опасный перекресток взволновал жителей Магадана. Он находится напротив Магаданской площади, рядом со знаком 0-й километр. К руководителю общественной организации «Отряд поиска детей Магадан», члену общественной палаты города Магадана Юлии Домриной, обратились граждане с просьбой оказать содействие в ограждении площадки возле этого знака. Со стороны проезжей части прогулочная зона ничем не огорожена. На этой площади гуляют дети, мамы с колясками, пожилые люди и семьи. В любой момент на жителей Магадана с проезжей части может выскочить машина. Тем более, что недалеко от перекрестка расположена и детская площадка. Если машина выезжает с поворота напротив стелы, есть опасность того, что она может проехать прямо на площадь. Мы сейчас обращаемся к нашему правительству, к нашим дорожникам с инициативой такой, чтобы закрыть эту именно территорию от того, чтобы машины сюда не заехали. Люди, которые к нам обращались, это были и мамочки с маленькими детьми, и пожилого люди возраста. Поэтому мы хотим решить этот вопрос через общественность. Активисты региональной общественной организации уже обращались за помощью к сотрудникам ГИБДД и дорожникам. Но представители этих служб не отреагировали на проблему, отмечают Юлия Домрина. По словам экспертов, службы перекидывают ответственность друг на друга. Но кто же отвечает за безопасность прогулочных зон, непонятно. На сегодняшний день общественные активисты обратились к региональному, уполномоченному по правам детей Денису Павлику. Мы связались с Денисом Анатольевичем и выяснили его точку зрения на проблему. Действительно ко мне обратился ряд неравнодушных граждан, которые обеспокоены безопасностью на дорогах в городе Магадане. Хотелось бы отметить, что у нас действительно последние годы, слава богу, нет погибших детей на дорогах, но все больше детей травмируется. И в частности вот этот случай с площадью Магаданской в части установки дополнительных ограждений, или забора его можно по-разному называть. Мне кажется, здесь стоило бы мэрии уделить особое внимание, потому что площадь Магаданская, на ней располагается детский городок, где достаточно большое количество детей проводит свой досуг с родителями. Я буду продолжать настойчиво обращаться с тем, чтобы этот забор, эти ограждения установили непосредственно на этом участке. Теперь все зависит от того, насколько быстро отреагируют власти на поставленную проблему и какие именно примут меры. Сегодня мы решили узнать, у жителей Магадана знают ли они своего городского и областного депутата. Какие ответы прозвучали, мы сейчас узнаем. Нет, к сожалению, нет. Нет, нет, извините. Извините, девушка, я женщина несовременная, на выборы не хожу. А мы не местные, мы вообще тут никого не знаем. Честно сказать, знаю Тумашова. Вот его фамилию знаю. Все. По городу не знаю, потому что была в отпуске во время подведения итогов выборов, поэтому не знаю. А скажите, как вы оцениваете работу этого депутата? Того, которого я знаю? Хорошо. Мы, по крайней мере, в том микрорайоне, где я живу, чувствуется его присутствие и заинтересованность в нашей жизни. Депутата? Нет, к сожалению. Знаете ли вы своего депутата по городскому и областному полу кругу? Носов. Почему? Ну, хорошо, а что он делает особенного? Честно говоря, даже не знаю. Ну, просто политика, это все очень сложно. Нет, не знаю, я не отсюда. Нет. Ну, Носов. А скажите, что он хорошего сделал? Ну, вообще, хочу сказать честно, сегодня написала ему на страничку в Инстаграме, потому что он обещал сделать перерасчет по ЖКХ. В итоге сделали на месяц, только на период этого голосования. После голосования все вернулось на круги своя. Ну, да, знаю. Это, ну, Сергей Носов, правильно? Нет? Нет. Да, нет. Хорошо, а скажите, пожалуйста, что он хорошего делает, то есть как вы оцениваете его работу? Ну, в принципе, за время то, что вот он у нас здесь присутствует, он много чего сделал, и, ну, пока только положительные стороны наблюдаются. Соблюдаются, ну, с народом общаются, делают какие-то вещи для народа. Ну, и вообще, как бы, видно, что через него работает правительство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова